Всем привет! Вы с Олегом Соскиным на моем первом канале. Есть второй. Пишите SOSKIN NEWS латинскими буквами и сразу меня находите. Итак, имеем 16 мая, 22 год. Уже половина мая прошло, перевалило. Ну и получается, что все идет к 90 дням войны. К 90 году такие оговорки не нравятся мне, конечно. И появилась новая как бы такая линия, тренд в разговорах спикеров. Ну там Арестович у нас такой, один из таких главных сегодня в этом плане. И сразу появились подобные какие-то тренды в некоторых так называемых около близких Ермака. Ну, Зеленского трудно говорить, он не про Зеленского, он в данном случае не формирует этой линии. Скажем, около Ермака информационно-сетевых медийных кругах. Мысль про таковая, в общем-то такая, ну сформулируем ее, что якобы задача не стоит уже так, и самое главное освобождать города Украины, населенные пункты в первую очередь. А самая главная задача это уничтожать как можно больше живой силы, там и военной техники, ну живой силы прежде всего москвитов. Как сказать, солдат назовем так, солдат орков московской армии, вооруженных сил. И в этом видится какая-то перспектива. И вот если послушать там некоторые, ну не буду их называть, сетевые разные ютуб-каналы, то вот эта мысль проводится, что надо для того, чтобы типа победить в войне, их надо как можно больше уничтожить. Ну я бы сказал в своей точке зрения, что это бред, потому что главное это освободить территорию Украины. Мы не являемся, украинцы не являются какой-то машиной смерти, которая должна убивать вот этих представителей другого государства, разных национальностей. Если вы почитаете, например, интервью того же романа Бессмертного, где он описывает, кто был в мотыжине, где он был в оккупации, ну почти в плену, можем так сказать, то он говорит, что это были буряты, мордва, потом были там морийцы были, дагестанцы, ну и такое другое. То есть как таковых славян, он говорит, было очень мало. То есть это все были представители вот этих практически денационализированных этносов финно-уральской тюркской группы. Вот я бы так сказал. То есть практически они сегодня являются, ну вот то, что я там сейчас последнее смотрел, что на территории Украины 5000 бурятов, например, воюют. Представляете, где бурятия, но они в 2014 году были здесь очень, особенно они любят в танках, так сказать, воевать. Вот, и они любят убивать. Их тогда ничему почему-то это не научило, когда после того, как они поперлись в Украину, у них начались огромные пожары. Вот это зона Улан-Удэ, Иркутский, там Иркутская область, вот это вся вокруг Байкала и так далее. Там, где, помните, этот один из младших сыновей Януковича, так сказать, ездил по льду и как-то не туда. Да, поэтому, естественно, что вот эта зона, очень много их, их уже очень много, так сказать, отправили в иную плоскость. Вторые, которые здесь воюют тоже в достаточном объеме, хотя это вообще поразительно, это дагестанцы. То есть, их тоже очень много почему-то, их уже тоже очень много фрагментировали. Странно, конечно, где Дагестан, где Украина, но тем не менее они считают, что дагестанцы считают, что это их, как бы, для них это перспективно, это тут хорошая добыча. Ну, третий, это чеченцы, но это не все, а вот этот тейп, так, этого Кадырова, тоже такое странное, странная очень фигура. Но их много, их тоже реально много, их тоже много уже, так сказать, посекли, но тем не менее они хорохорятся. То есть, было бы очень важно, если брать вот на сегодняшний день, 16-е, уже 27 тысяч отправленные туда на встречу с Кобзоном и Жириновским. И их уже все больше, больше и больше. Но, в принципе, как бы, Арестович же тоже это знает, и те, которые вдруг выдвинули эту концепцию, что их надо, типа, больше, они же знают, что для Путина это вообще абсолютно, совершенно, как это сказать, вопрос пятого-шестого порядка, количество умерших, ну, количество вот этих уже неживых. Как их назвать даже не знаю, ну, орков, будем говорить, количество неживых орков, потому что он считает, что это просто определенный продукт, который нужен, так же, как эти танки, там, самолеты, вертолеты, артиллерия и так далее, и так далее, там, для того, чтобы реализовывать его безумные планы. То есть он вообще абсолютно стоит уже над ценностью, у него нет ни гуманности, ни чувства ответственности, ни жалости, у него вообще ничего нету по отношению к людям. Он считает, что это просто мусор, и вот в рамках этого мусора он считает, что если там 50 тысяч этого мусора погибнет, пушечного, ширпотреба, то это для него вообще, как бы, ерунда. Он с самого начала был готов к тому, что где-то их 50 тысяч может погибнуть, но он не ожидал, что такие быстрые темпы будут их фрагментации. Ну, тем не менее, то есть 50 тысяч для него ничто, а реально, ну, пусть больше там немного, потому что особенно на первом этапе там, ну, пусть их там ушло где-то 35 тысяч, но это не 50. То есть до 50 тысяч, чтобы добраться, да это надо еще, ну, сколько, даже если по 300 в день, ой, то это 10 дней, 3 тысячи месяц, 9 тысяч, то есть это минимум надо еще 4, где-то 3-4 месяца вот таких интенсивных страшных боев, чтобы добраться до 50 тысяч. Это Арестовичу, так, на минуточку, тем, которые вот типа это начали говорить, Залужному, может, Наеву, там этому, как его, еще там этим всем стратегам, Ермаку, Зеленскому, кто там у них еще это придумывает. Это реально еще 3-4 месяца тяжелейших должно быть массовых сражений. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что огромная плата, потому что украинцы же тоже, то есть если их будет 50, то украинцев будет, так сказать, ушедших из этой жизни, ну, минимум до 20 тысяч. Минимум до 20 тысяч. А если брать еще раненых, так это, то есть это очень много, это очень много. Поэтому вот этот параметр, который вдруг поставлен, хотят поставить или уже поставили во главу угла ведения этой агрессии и освободительного движения, чтобы освободить Украину, он неправильный. Он ошибочный, методологический, стратегически ошибочный. И я считаю, что надо освобождать наши города, нашу территорию, а не выступать как боевая машина, которая должна их крошить. Потому что, ну, иначе это, это не наша, это не наша миссия, это не наша задача брать на себя столько крови. Ее же потом надо как-то будет отплатить. Кровь людская не водится, даже врагов. Потому что по-любому за любую кровь надо платить. И те будут, кто воюет, им потом придется по-любому платить, как бы, ну, своими семьями, родами, поколениями за это. Это так иначе не бывает. Так иначе не бывает. Поэтому я считаю, что главная цель это освобождение Украины, полное, однозначно полное. Теперь смотрите, а для того, чтобы освобождать, конечно, надо переходить на их территорию. Конечно, надо переходить. И фактически я уже говорил, что Белгородская область прекрасно под это сейчас подходит. Тот же город Валуйки, те же маленькие городки в районе 15, 20, 30 километров вглубь Москвы и их территории. Это очень нормально, это очень нормально. Понятно, что, например, на весь Белгород сил нет, но уже на вот такие населенные пункты почему нет? Тем более, это, как бы, совершенно изменит сам характер войны. Потому что одно дело, когда она идет на территории Украины, и другое дело, когда она переместится на территорию врага. Это абсолютно поменяет сам характер войны. И здесь это будет колоссальный удар по репутационной, по Путину, который себя позиционирует как своеобразный всемирный правитель. Чуть ли не космического уже уровня, вселенского уровня. Потому что постоянно, что ему Рогозин втирает, что они же скоро уже полетят там, типа на Марс, на Луну и так далее. Ну, Рогозин деньги очень любит. Видно, что он всеборит, что он очень такой любит хорошо попить, поесть. Молодых девочек, видимо, очень любит. То есть, видно по лицу, как он, кто он и как он себя позиционирует. Ну, и охамел уже, конечно, полностью. Он с Илоном Маском решил сравниться. Ну, это все равно, что, так сказать, моська какая-то. Все-таки классно, да, вот это сравнение. Моська, которая на слона гавкает, на того же Маска. Посмотрите, как Филиграна Маск сейчас вскрывает вот эту внутренностью вот этой группы, которая возникла вокруг Гейтса, там, этого ВОЗа и так далее, и так далее. Фаучи. Вот он раз с этим, с этой соцсетью, которую он, типа, купил там более за 40 лишних миллиардов долларов, да. Как бы получается так, что он вроде ее берет, потом Трампу предлагает там восстановиться. А с другой стороны он туда вошел в середину, а там оказалось огромный процент фальшивых аккаунтов. То есть, это получается мыльная булька надутая. То есть, я так считаю, что там, наверное, до 40-50 процентов фальшивых аккаунтов. Но тогда, наверное, такая же ситуация у Гугла, у Фейсбука Меты, у Ютуба. Вот о чем речь идет. Представляете? Ну вот я по себе вижу, сколько у меня фальшивых этих Ютубов, этих аккаунтов, которые выступают с комментариями. И начинаешь когда смотреть, ну а кто это, а что это? А там просто ничего нету, это пустота, дырка от бублика. И такой лай, лай, лай и вой идет. Поэтому это очень важно, это очень важно. То есть, Ютуб, он тоже, видимо, серьезнейшим образом надутый в этом плане. И вот Маск, он начинает их обрушивать. Но если Маск, и он выступает реально против цензуры, если Маск обрушит эту систему, то, конечно, следующее, это Фейсбук этого Цукербергера начнет лопаться его акции. Там же у этих падает серьезно, тех, что Маск приобрел. То есть, мы с вами свидетели каких-то очень серьезных процессов. Ну, вернемся вот к Путину. То есть, и так, что получается? Что Путин сегодня, то есть, нанести Путину какие-либо, ну, как скажем, дестабилизировать его через потери людей, военной техники, это бесполезно. Это вообще, это тупиковый путь. Это тупиковый путь. Но вот дестабилизация Путина через репутационные потери, это серьезно. То есть, потеря крейсера Москва, это колоссальная для него удар был. Это серьезнейший. Так или иначе, какие-то нанесения ударов по территории Российской Федерации, это вызывает у него конкретные прямо приступы паранойи. То, что он говорил, что он за три дня захватит Украину и Киев, и все остальное, а получилось от Блицкриха, вот такая, как говорят, дуля с маком, это сто процентов, это повергло его в полный шок. То, что он на сегодняшний день утратил, ну скажем так, уже не просто вот те намерения, которые у него были по захвату Украины, но он уже оттеснен глубоко на восток. И по сути он, они теряют Харьковскую область полностью, то есть их уже ясно, что их выбьют оттуда, с Харьковской области. А то, что он Мариуполь не сумел захватить, то есть захват которого там, ну максимум отводили три-четыре дня, а то, что вот сильнейший удар, это, конечно, по его родственникам, то, что Великобритания нанесла. Ему там этот Абрамович и прочие, все ему до одного места. Но вот Кабаева для него, его бывшая жена, которых подвергли санкциям, его родственники, там двоюродный брат, там и все, Шаломова эти семья и так далее, племянники всякие, это для него очень неприятно. Очень, ну даже не то, что неприятно, это удары лично по нему. То есть показано для него, он же себя альфа-самцом считает, что он не может даже женщин своих защитить. То есть он, оказывается, не самец. Он не может самок своей стаи защитить. И прежнюю самку и нынешнюю. Это для него, конечно, плюс то, что стали уже бить его родичей, там разных, там пятая, десятая вода на киселе. Но это означает, что ему говорят, да ты вообще ничего не можешь. Ты просто полный, как говорится, уже, как бы, в первом ряду товаровец сидит, мы на него плюем. То есть никто. Следующий ему удар такой нанесли, это, конечно, то, что подожгли, попала ракета в этот его корабль, который подвозил ракеты, там и десант должен был высадить, и бобров этот так называемый. Их всего два. То есть его повредили, его вывели из строя. Естественно, что Макаров, адмирал, тоже выведен из строя. То есть это такие символы. Москва, Макаров. Макаров, это имперский символ Макаров, да. Тут Москва сгорела целиком, да, песня эта, Ленинград, этого шнура. То есть вот эти вещи для него очень болезненные. Теперь смотрите дальше, то, что для него колоссально тяжело, это то, что ему говорят, постоянно уже открыто говорят, что он болен. Причем не просто болен, а тяжело болен. То есть ему говорят, что он уже не может, то есть, почему для него это очень мощный удар. Потому что он же себя как позиционировал? Что он и дзюдоист, и самбист, и хоккеист, и подводник. И, ну, чем он только не занимался. И на журавлях летает, и подводные лодки водит, и крейсеры, и самолеты, и истребители. Ну, просто дядя Кузя все может. А тут ему говорят, да нет, уже, значит, ты ходить не можешь. Уже у тебя вот особенно это было видно, ну, все-таки 70 лет, есть 70 лет. Уже правая сторона, видно, 9 мая это было, что у него что-то с правой стороной плохо происходит. Ну, а нога ходит плохо, и тремор есть руки правой. И с лицом что-то происходит, то оно делается более дутловатым, то оно менее, то какие-то появляются на нем бугры, и так далее, и так далее. То есть это свидетельство того, и уже многие врачи про это говорят, а другие уже пишут про это, что все-таки есть вот это все такие тяжелые-тяжелые, такие очень нехорошие заболевания. Ну, и, видимо, что-то было с четверга на пятницу, вот этой предыдущей недели. Что-то, видимо, или какое-то обследование, или что, что не решились. Видимо, планировали все-таки делать вот это вмешательство, но не решились. То есть что-то есть такое, на что они не готовы. То есть они чего-то не просчитали. Те, которые, ну, как бы следят, как его удержать вот в этом более-менее функциональном состоянии. Но все равно, видимо, надо оперативное вмешательство. И вот здесь тоже это для, вот эта вся информация, она по-любому до Путина доходит. Она для него, конечно, то есть она его гасит. Это информация, которая его гасит. Сегодня для него практически нет позитива. Тут еще Финляндия, Швеция вступают в НАТО. Тут еще и Украина, и в ЕС идет, и в НАТО идет, и не захотела идти на переговоры. Тут еще этот Зеленский, который ему кость в ворле. То есть получается, что Путин, который позиционировал себя, что он вообще для него, вообще все никто, и звать их никак, оказалось, что это он, собственно, пигмей. И вот здесь сейчас начинает раскручиваться его, вот этот самый главный базальтовый комплекс, который был у него самого начала, это комплекс меньшовартостей, который в этом комплексе функционирует все свое життя и постоянно создает спробы вырваться из этого комплекса, подняться над всей своей неповноценностью. Все его життя было этому присвячено. И вот теперь он возвращается к тому, с чем он все время боролся и считал, что он это победил. И вот я вам здесь подобрал такие интересные данные, они будут вам, ну как бы, такими, наверное, ну во всяком случае это занимательно. Вот смотрите, что касается роста, я всегда говорил, что все-таки вот этот рост очень маленький, ну карликовый рост, он очень вызывает у любого, ну многих людей, желание властвовать над другими. Высокие тоже, конечно, ну те, которые длинные, они тоже, у них есть этот комплекс, он Ельцин там был, какой у него рост. Но они себя ведут по-другому, когда они к власти приходят. А вот смотрите, например, рост Тамерлана, да, ну это такой мощный был захватчик, 145 сантиметров, рост Чингисхана 145 сантиметров, рост Александра Македонского 150 сантиметров, Карла Великого императора Европу соединил, 150 сантиметров, Нестор Махно 151, ну вот, например, Людовик XIV, известный тоже король, да, Франции 156, рост Екатерины II, так называемой, всего-навсего 157, они какую фигуру отбабахали, да, она всего 157 сантиметром ростом была. Вот рост Дмитрия Медведева, вот который сейчас в таком параноидальном состоянии, все время строчит разные материалы, что надо националистов четвертовать на Красной площади, так вот у него рост всего 162 сантиметра, рост Йосифа Джугашвили Сталина 163 сантиметра, представляете, у Ленина был 164, Геббельс, Йозеф Геббельс 165, рост Никиты Хрущева 166, Черчилль, кстати, тоже 166 сантиметров измел, Николай II 168 сантиметров, Наполеон 169 сантиметров, Бенита Муссолини 169, Так вот интересно, что Владимир Путин, он как Петр III, тоже 170 сантиметров, и Беррусконе 173 был, Шрёдер 174, и вот дальше, интересно, Адольф Гитлер, 175 сантиметров на минуточку, то есть получается, вот смотрите, ну, кстати, Иван, так называемый, Грозный 178, у Андропова было 182, Джордж Буш 182, Ельцин 187, Ширак 189, Клинтон 189, то есть такие, видите, интересные данные, то есть что получается, что Путин всё время должен был, вот со своими, ну, у него даже не 170, у него 169 где-то, ну, дотянули до 170, то есть он фактически постоянно стремился к тому, чтобы доказать свою, вот, как бы, такую полноценность, вот ему что-то дописали, потому что он, в принципе, почти такого роста, как Дмитрий Медведев, я думаю, это приукрасили здесь, где-то он чуть-чуть Сталина превзошёл, вот эта неполноценность, в росте она очень сказывается на любом человеке, ну, и Наполеон, кстати, что же это у него было целый комплекс по этому поводу, так вот, смотрите, что мы с вами можем здесь сказать, что, как бы, люди такого роста, они, как бы, очень амбициозные, ну, Зеленского тоже там, ну, не будем про него, то есть, получается, что они постоянно хотят выделиться, они постоянно хотят, как бы, превзойти сами себя, но это тяжело им сделать, и сегодня, по сути, мы можем говорить, что Путин, он, как бы, падает, проваливается, вот, в этот комплекс неполноценности, первично-базальтовый свой, тот, который у него был, с самого начала, и я сейчас вам следующее видео сделаю небольшое, попытаемся, вот, сравнить его, ну, так, тяжело их сравнивать, но все-таки аналогии проведем какие-то, Путин, Шалумов, да, он же, и Джугашвили Сталин, кличка, вот, попробуем, ну, мне понравилось там, один очень такой хороший, он певец, он говорит, кличка этого разбойника, бандита была, рябой, то есть, он, наверное, даже не Сталин называет его, а рябой, то есть, это даже еще более, так сказать, символично и характерно в этом плане, ну, вот, вы на канале Олега Соскина, подписывайтесь, поддержите канал, ставьте лайки, комментируйте, советуйте своим друзьям, вот, ну, и будем побеждать, Украина должна побеждать, а не быть машиной смерти, как нам предлагает Арестович, ну, и, видимо же, те, которые за ним стоят, в этом, так сказать, семействе разного, там, такого, Дона Корлеона, да, которого хотят память увековичитый, я все думал, на кого этот Ермак похож, такая есть должность, да, как они там называются, помните, да, у крестного отца они есть, обязательно, без них не бывает, вот, ну, до новой встречи!